Баскетбол Баскетбол Казанский клуб был приглашен в Боснию и Герцеговину на товарищеский турнир имени Корана Крсмановича. Который состоялся в городе Бани Лука в главном городе Республики Сербской в составе Боснии. Не путать с государством Сербия, столицей которого является Белград. Помимо казанцев участниками турнира стали местная команда Врбас и клуб Биеллина из города Градишко. В первой игре с командой Врбас, выступающей, как уже говорилось, в Евролиге, крылья Барса выглядели вполне достойно и уступили всего 9 очков 73-64. Второй матч с Фиелиной закончился со счетом 64-46 в пользу российской команды, которая таким образом заняла второе место в турнире. Но здесь главное не чисто спортивный результат, а тот заряд эмоций, которые получили игроки казанской команды в ходе этих соревнований. Тогда же в присутствии мэра города Банилука Трашко Станевуковича и представителя президента Республики Сербской Милорада Додика, руководители клубов Маринка Умчевич и Сергей Чистов подписали договор о сотрудничестве между клубом Врбас и крыльями Барса. И вот, можно сказать, ответный визит боснийских сербских баскетболистов в Казань. Сам турнир планировался как дружеский, ответный турнир после поездки нашей команды в Боснинг-Герцеговину, в город Банилука, пригласить их к себе. И он планировался открытым международным турниром на кубок. Мы планировали несколько иностранных команд, но маленечко поздно, разослали им приглашение, поэтому спасибо, приехала команда из Сербской Республики, Боснинг-Герцеговины. Цель, главная цель была устроить ребятам праздник. Здесь не ставилось конкретно никаких спортивных результатов, чтобы ребята пообщались между собой. Мы показали нашу столицу, Казань, свозили ребят в Свиняш, на автобусе-экскурсии, в Кремль, в Ул-Шариф, они в восторге. Это, я считаю, главный результат этого мероприятия. Соревнования проводились в двух форматах, 5 на 5 и 3 на 3. В нынешней программе речь пойдет о первом дне соревнований, когда команды состязались в полных составах и на площадке присутствовали по 5 спортсменов с каждой стороны. Помимо казанских крыльев Барса и Врбаса из Бани Луки, в турнире участвовал еще и Тюменский Шанс. Таким образом, в общей сложности за кубок Таифа боролись 3 команды, игры проходили в один круг, и программа соревнований 5 на 5 состояла из трех матчей. Перейдем к изложению. В первой игре предстояло помериться силами боснийскому Врбасу и Тюменскому Шансу. Стартовая пятерка балканских баскетболистов, 6-й Пере Кукманович, 15-й Ненат Ритан, 20-й Владо Сврака, 7-й Эльвер Пулич и 9-й Адемир Демирович. Шанс начинает так. 4-й Городецкий, 16-й Пыжов, 17-й Хлупенков, 30-й Колбин и 77-й Насекин. На первых минутах команды присматриваются друг к другу. Шла своеобразная разведка боем. Клубы впервые встречаются на площадке. На пятой минуте лидер атак боснийцев Демирович забил в борьбе и сделал первую заявку на отрыв. Счет стал 8-4. Минуты перерыв попросил тренер тюменской команды Олег Мелехов, чтобы скорректировать ход игры. За две минуты до первого перерыва Алексей Городецкий, капитан тюменцев, сокращает отставание. 12-9. Но на последней минуте периода Пулич отдал эффектнейшую передачу за спину с враги, который не подводит и устанавливает с счет первой 10-ти минутки 16-10. В начале второй четверти сибиряки прибавили в движении и уже через две минуты игрового времени сравняли счет. 16-16 после удачного исполнения штрафных Алексеем Городецким. Равный в целом борьба продолжалась на протяжении всего периода. Врбас вел в счете с небольшим отрывом 2-4 очка. Но после того, как с врага не успевает за мячом в быстром отрыве, Илья Пыжов завершает две атаки своей командой подряд и на большой перерыв соперники отправляются при равном счете первая половина 30-30. В третьем периоде поначалу дела у шанса не заладились. Игроки промахивались из выгодных позиций, не реализовывали предоставленные шансы, чем не замедлили воспользоваться сербы. На четвертой минуте им удалось оторваться 40-32 и в дальнейшем, благодаря опыту и классу, удерживать комфортное преимущество в счете. В составе «Вербаса» на протяжении всей встречи выделялись Владу Сврака и особенно Адемир Демирович, набравший в итоге 33 очка. У шанса наибольший вклад 23 баллов к обилку своей команды внес Алексей Городецкий. Окончательный результат игры 77-64 в пользу гостей с Балканского полуострова. Ну а шансу буквально через полчаса предстояло выйти на паркет, на сей раз против хозяев площадки, против казанской команды «Крылья Барса». Сибиряки начинают таким квинтетом Колбин 30-й, Рахматуллин 18-й, Пыжов 16-й, Ильшат Сагидов 7-й и Алексей Городецкий 4-й. «Крылья» выставили стартовую пятерку в таком составе Артур Галстян 30-й, Всеволод Салин 23-й, Альберт Богоманов 11-й, и Василий Кочетков 6-й и Эльвир Файзулин 5-й. Поначалу в счете повели тюменцы, но у хозяев площадки роль лидера взял на себя многоопытный Василий Кочетков. Именно он принес в своей команде первые 4 очка, но затем отдал великолепную передачу открывшемуся под кольцом Всеволоду Салину, и «Крылья Барса» впервые вышли вперед в матче 6-5. Ильшат Сагидов забил в ответной атаке, а это уже Кочетков демонстрирует настоящий слалом, прорывается к кольцу по центру за счет индивидуальных действий и забивает с фолом. 9-7 после реализации штрафного «Крылья» возвращают себе преимущество в счете. Виктор Кайнов и Владимир Кучин появились в составе казанской команды. Артур Галстян фалит на врывающемся под кольцо колбине и шанс просит минутный перерыв. Оба штрафных колбин бросает не точно, а вот «Крылья» проводит после этого молниеносную атаку. Салин подбирает, передает мяч Кочеткову, следует незамедлительная передача Кучину, тот Виктору Кайнову. Кайнов в одно касание Галстяну и Артур Галстян забивает через падающего колбина. Образцово-показательная атака 11-7. Шанс опять демонстрирует неточность в атаке и не успевает после этого еще и в защиту. Виктор Кайнов получает под кольцом от Кочеткова и увеличивает разрыв до 6 очков. Ильшат Сагитов со средней дистанции бросает с хорошей траектории и попадает. Пыжов накрывает Кайнова под своим щитом. Можно организовать быструю атаку, следует передача вперед, но у мяча быстрее оказывается Артур Галстян. Отдает Кочеткову, а тот с шикарным пасом выводит на бросок Всеволода Салина, который на скорости влетает под щит и завершает усилия партнеров. Крылья Барса поймали Кураж, первая четверть за ними 17-11. В начале второго периода Всеволод Салин уверенным броском доводит разницу до 10 очков. Заметно парень прогрессирует прямо на наших глазах. Не только под щитами забирает мячи, но и попадает уже весьма и весьма неплохо. Усилиями Кочеткова и Салина за первые три минуты второго периода казанцы совершили рывок 10-2 и разница в счете стала уже приличной 27-13. Олег Мелехов после такого нокдауна запросил минуту на обсуждение. Но укрыли в Барса на этом отрезке все получается. Салин отправляет Кучина в быстрый отрыв, никто не мешает и казанцы набирают плюсую к своему результату еще два очка в стремительной атаке. А шанс уже не имеет права на таймаут в этой четверти. На пятой минуте периода разница в счете в пользу татарстанской команды достигла 20 очков. Что тюменцы подустали проводить второй матч подряд с получасовым перерывом. За две минуты до экватора Кочетков успешно исполнил дальний трехочковый бросок 38-19. Ровно в два раза больше очков у хозяев площадки. Тюменцы до большого перерыва сумели подсократить отрыв. Отличились Илья Пыжов и Алексей Городецкий. 38-23 зафиксировало табло после первых 20 минут игры. Надо сказать, что команды прекрасно знакомы друг с другом, регулярно встречаются на различных российских соревнованиях. Буквально 8-9 мая незадолго до международных баталий в Казани состоялся первый этап масштабного турнира по баскетболу 3 на 3 на колясках в рамках Лиги сильных людей. В течение двух дней в Ижевске пять сильнейших команд страны провели серию игр в категории мастер. Компанию крыльям Барса и Тюменскому шансу составили Баски Академия имени Кондрашина Санкт-Петербург, Ульяновская Волга и Московский Фальгон. Крылья Барса не позволили никому усомниться в их отличной форме, одержав восемь побед из восьми возможных, Баски остались вторыми. Немного сбавили обороты казанцы в третьей четверти, решили, что дело сделано, надо проявить себя игрокам скамейки, а у Тюменцев почувствовал бросок Алексей Городецкий, который атаковал кольцо более чем уверенно. В итоге удалось сибирякам к последнему периоду удалось чуть отыграть отставание 51-39. На первых минутах четвертого периода у казанцев явно не пошли броски. Мяч наотрез отказывался проваливаться в корзину. И Тюменцы этим воспользовались, сумели приблизиться. Алексей Городецкий делает счет 53-46, а Илья Пыжов со штрафного и вовсе сокращает разрыв до 6 очков 53-47. Возвращается в игру Всеволод Салин и практически сразу же набирает важный для команды два очка на пятой минуте заключительного периода 55-47. Вновь в действии этот тандем двух высоких казанцев в лице Салина и Кочеткова, против которого не так просто найти противоядие. Таймаут берет тренер шанса, надо менять схему игры, чтобы сдерживать двух больших игроков в Казани. не успели в оборону татарстанцы, четыре подбора на чужом щите подряд забрали тюменцы и Илья Пыжов все-таки протолкнул мяч в корзину 55-49. Виктор Кайнов со средней дистанции попадает 57-49. Но Владимир Колбин тоже отвечает точным броском 57-51. По-прежнему 6 очков разница. Крылья Барса не реализуют очередную атаку. Городецкий уезжает один к кольцу и сокращает отрыв до четырех. А максимальная разница доходила, как мы помним, до 20. Вот такую погоню устроили сибиряки своим соперникам. Показали характер три минуты до конца. Перерыв берут тренеры Казани. В игру возвращается опытный Владимир Кучин. Ну а страсти постепенно накаляются. После хорошей передачи Кочеткова забивает Кайнов очень вовремя. 59-53 плюс реализовал штрафной бросок. Три очка в одной атаке и, пожалуй, после этого игроки шанса несколько сникли. Обе команды на последних минутах совершали досадные ошибки и сил, чтобы обострить концовку, у шанса не хватило. Последнее взятие кольца в игре записал в свой актив Всеволод Салин, который провел встречу на высочайшем уровне, попал с игры 8 из 12, набрал 16 очков, больше только у Василия Кочеткова, который выдал трипл-дабл 20 очков, 11 передач и 12 подборов. Окончательный счет 62-55 в пользу крыльев Барса, которые контролировали ход игры на протяжении всей встречи, дали возможность с соперником приблизиться, но уверенно довели встречу до победы. И вот решающая игра, своеобразный финал турнира, хозяева площадки, команда Крылья Барса против команды Врбас из Боснии и Горцеговины. Понятно, что игра с иностранным клубом вызывает повышенный интерес. Кочетков, Салин, Кучин, Галстян и Кайнов Стартовый состав Казанцев Урбаса, 6-й Кузманович, 7-й Эльвер Пулич, 9-й Адемир Демирович, 15-й Ненадритон и 20-й Владо Сврака. Счет в игре открыл Всеволод Салин, получивший хорошую передачу под кольцо. В начале матча команды знакомятся с манерой игры друг друга. Казанцы при этом первыми попробовали уйти в отрыв. Владимир Кучин в быстром отрыве делает счет 8-4. Горан Матец, тренер Сербов берет тайм-аут, ему нужна пауза. Демирович творит чудеса в этой встрече, видим мы, что он просто не удержим, и именно благодаря броскам лидера Врбаса положение дел выравнивается. 8-8. Кочетков попадает издали, есть три очка в одной атаке. В первом периоде все набранные очки баслийцев на счету Адемира Демировича. Благодаря этому суперснайперу за три минуты до перерыва балканские баскетболисты вышли вперед 12-11. Вся команда ищет, как вывести на бросок Демировича, а тот стабильно отгружает мячи в корзину. Это просто фантастика. Все очки команды в первой четверти набраны одним единственным игроком. На последней минуте Адемир Демирович выводит своих вперед 16-13. Но Василий Кочетков отвечает вторым точным трехочковым в матче. Итог 10 минут игры 16-16. В начале второго периода Василий Кочетков в третий раз реализовал трехочковый бросок 23-20. Но гости не дают казанцам оторваться. С врага сокращает отставание до минимума. Крылья Барса играют спокойно, раскованно. Воспользовавшись тем, что Иадемир Демирович тоже промахивается. Организовали быструю атаку. Кучин отдал Кочеткову, тот незамедлительно Кайнову. И казанцы впервые повели 5 очков 33-28. Уже не в первый раз игроки ворбаса ввязнут на чужой половине площадки и казанцы организуют быстрый отрыв, который завершает Владимир Кучин 35-28. Басницы наконец решили доказать, что ни один Демирович может набирать очки. Ненат Риттен хорошо попал со средней дистанции. Подустал видимо Демирович не просто тащить всю игру команды в атаке в одиночку. Стал допускать промахи с позиций, с которых чуть раньше забивал уверенно. Как разжатая пружина крылья Барса устремляются вперед, улетают в контратаке. В концовке периода вначале отличился Владимир Кучин, а на последних секундах и Артур Голстян. 41-32. 9 очков отрыва казанцы ведут в матче с Вурбасом и нужно босницам что-то придумывать, чтобы переломить ход встречи. Причем обратим внимание, что по проценту попаданий с игры босницы опережают казанцев, зато по подборам преимущества хозяев площадки неоспоримо 29-13. В начале третьей четверти Виктор Кайнов дважды досадно не забил из-под счета, причем оба раза после нацеленных передач Василия Кочеткова. А вот Салин и Кучин как по нотам разыграли выход двое в одного и разница в первые матчи стала двузначной 43-32. Чем ответит Врбас опытная команда, имеющая двух ярко выраженных лидеров Демировича и Сврака, которые могут преподнести любой сюрприз. И вот, кстати, благодаря точным броскам своих лидеров, гости набрали шесть очков подряд и подтянулись в счете 43-39. Но Кочетков демонстрирует идеальную технику исполнения среднего броска 45-39. Виктор Кайнов получает тем временем четвертое персональное замечание. Игрок стартовой пятерки, но тренеры не меняют капитана, он остается в игре. Василий Кочетков почувствовал вкус к трехочковым попаданиям и уже в четвертый раз в этой игре направляет мяч в цель из-за периметра. Вот Эмира Демировича не выдерживают нервы, он получает технический фол, Кочетков забивает штрафной и владение мячом сохраняется за казанской командой при счете 52-42. Название боснийской команды Врбас происходит от названия реки, на которой стоит столица боснийской Сербии Баня Лука. Происхождение названия не слишком загадочное, славянское ухо легко распознает в слове вербу, которая в сербском и хорватском языках потеряла е и произносится как Врба. Не позволили боснице в завершении третьего периода хозяевам разбить успех. Завязалась такая вязкая неуступчивая игра с обилием столкновений. Врбас десятикратный чемпион Боснии и Горзаговины, восьмикратный победитель международного турнира МБЛ и удалось гостям превратить отставание из девяти в пять очков. На последней минуте периода Кочетков одной рукой плавно перенаправил мяч в направлении Кайнова, который не подвел команду и набрал два зачетных балла. А в завершении Адемир Демирович исполнил сольный проход и установил счет на табло 59-54. Крылья Барса впереди, три четверти матча позади. Драген Секима сокращает отставание до трех очков 59-56. Пулич ждет, когда Демирович займет позицию под кольцом. Следует передача и Демирович забивает с фолом 59-58, а у лидера боснийцев уже 31 очко на счету. следует серия обидных промахов у крыльев Барса. Ну а Демирович впервые выводит Врбас вперед 60-59. Виктор Кайнов сокращает счет 61-61. Идет нервная борьба и минутный перерыв просит команда Врбас. Что же творит Демирович? Он просто неудержим под кольцом. Со второй попытки все-таки проталкивает мяч в цель. 63-62 впереди вновь Врбас на пятой минуте заключительного периода. Богоманова забыли под кольцом и Кочетков точной передачей находит своего партнера и плюс одно очко ведут казанцы 64-63. Начались вот так называемые качели. То одна команда выходит вперед, то другая. Напряжение нарастает. Падает Василий Кочетков. У Врбаса четвертый командный фолл за 4 минуты до конца. Проигрывая одно очко, тренерский штаб крыльев Барса просит тайм-аут, чтобы внести акценты на решающий отрезок встречи и избежать поспешных необдуманных решений. Всевлад Салин уверенным броском от счета склоняет чашу весов в сторону казанцев 66-65. Демировича никто не держит, он спокойно забивает из-под счета. У Адемира уже 40 очков в активе, а счет вновь равный 67-67. Ну что же, нас ждет валидольная концовка. До конца матча всего 3 минуты. Ну а вот решающий момент встречи забивает Салин. В ответной атаке не удерживает мяч в руках Демирович. Игроки в Рбаса на чужой половине площадки. Казанцы едут в быстрый отрыв, который завершает Владимир Кучин. 4 очка и это уже заявка на победу в матче. Перо Кузманович во второй раз в матче завершает результативную атаку гостей и разница в счете за полторы минуты до конца встречи становится минимальной. 71-70 в пользу Крыльев Барса. Один из двух штрафных забивает Кочетков и в оставшееся время обе команды нервничают, ведут сумбурную игру, допускают взаимные неточности и как следствие не могут добиться взятия кольца. Больше всех в составе Крыльев Барса набрал Владимир Кучин 19 очков, у Кучеткова 18, у Кайнова 15. Демирович оформил трипл-дабл 41 очко при 63% попадания, 11 передач и 15 подборов. Ну а матч казанцы довели до победы, до заслуженной и непростой победы 72-70 и становится таким образом победителями турнира на Кубок Таиф. Врбас занимает второе место, тюменский шанс третий. Большое спасибо клубу Крылья Барса, большое спасибо Казани, нам очень приятно присутствовать здесь, турнир организован просто замечательно, наша команда Врбас будет с удовольствием приезжать к вам в гости, если нас будут приглашать. Казань действительно очень красивый город и пусть крепнет дружба и спортивные связи между Республикой Сербской и Российской Федерацией. Спасибо. 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 Были определены лучшие игроки в составах всех трех команд. Ушанса Ильшат Сагитов и Алексей Городецкий, у Врбаса Влада Сврака и Адемир Демирович, ну а у Крыльев Барса Севолод Салин и Василий Кочетков, признанный MVP турнира. Думается, что вне зависимости от результатов международный турнир в Казани удался на славу. Но был еще и второй игровой день, где соперники сражались в формате 3 на 3. Об этом в одном из ближайших выпусках программы Видеоспорт. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok